Итак, друзья, я категорически рад приветствовать вас на нашей сегодняшней игровой встрече по четвергам. Сегодня у нас игра, которая называется «Три круга». Мы с вами уже встречаемся не первый раз. Я уже думаю, имеет смысл сказать о том, что обратите внимание на разные коммуникационные форматы наших игр. И по большому счету мы исследуем, какой коммуникационный формат или какая игра подходит к решению того или иного опрота. Мы продолжаем набирать этот опыт совместно нашей группой, нашей командой. В общем, вот. Поэтому сегодня игра «Три круга». Она отличается от других игр. И в двух словах я буквально напомню вам, что сейчас я объявлю тему. Дальше мы запустим «Три круга по кругу». «Три круга по кругу». Каждый из нас будет говорить относительно темы, то, что он считает важным сказать, нужным сказать, то, что ему пришло на ум или ушло из ума. Ну, в общем, неважно. Любые мысли, чувства, ощущения ваши относительно той темы, по которой мы сегодня встречаемся. И у нас будет «Три круга». Мы каждый из нас по три раза скажет «Скажет». Каждый следующий круг мы говорим уже с учетом того, что сказали все остальные, с учетом того, что сказали сами. То есть мы делимся своими чувствами и эмоциями относительно нашей сегодняшней темы. Это правило игры. Ну, а начинаем мы, как обычно, с разминки. С разминки, которая у нас очень простая. У кого какие новости, друзья, произошли в жизни, которыми хочется поделиться? Можно я начну? Да. Да я в двух словах. Что я лежу в больнице, Валя, и после хочу с тобой встретиться. Переосмысливаю жизнь. Ну, ты так не пугайся, скажи, что у тебя все хорошо и все хорошо закончилось. У тебя ковид? А, ну да, что я завтра выписываюсь. Окей. У тебя не ковид, надеюсь, или ковид? Нет. Не ковид. Не, не, знаешь, это камни в почках, и поэтому я там к тебе хочу вопросики позадавать. Хорошо. Ну, я замечаю, что в больнице интернет лучше, чем дома даже. Поэтому классно. Итак, Доза, у кого-то из нас идут жизненные чистки. Это хорошо. У кого что еще? А, я вот как раз хотела, у меня сегодня была коучинговая встреча с финским коучем по поводу своего бизнеса, продвижения и так далее. И я в итоге то, что мы с ним делали полтора часа, спросила, а сколько его услуги стоят. Просто я заметила очень большую параллель с тем, что мы делали с Ниной в свое время, да, в рамках игры Мечтолярии, в рамках того, что мы делали с Денисом. Так вот, час финского коуча, с чем мы достигли раза в три меньше за час, чем мы достигали и с Ниной, и с Денисом, стоит 250 евро. А у нас есть такая доступ и возможность все эти волшебные услуги получать за Мечтолеи. Я поэтому просто хочу сказать, о, класс, у меня осознание сегодня на эту тему. Так что молодцы, ребята. Замечательно, что есть такая возможность. Спасибо, Валечка. Очень приятно это услышать. Очень приятно это услышать. Итак. Ну, давай я скажу. У меня все хорошо. Давно вас всех не видел. Очень рад вас всех видеть. У Дениса была в эти выходные баня, не зная, что они со мной сделали. У меня была дикая апатия. После бани у меня получилась дикая энергетика. Уже четвертый день у меня какой-то странный настрой. Пошел как в Вол. Какая-то результативность появилась. Что-то хочется делать. Ну, как вы заметили, я посчитал там Денисовые формулы, разобрался в них. Переделал товарную линейку. Можете тоже посмотреть ее всю. У меня было с понедельника четыре встречи по поводу выращивания растений. Была личная встреча в Новосибирске. Одна сделка как бы закрыта, но не полностью, но закрыта на индивидуальное сопровождение. И две пока висящих на индивидуальном сопровождении. Индивидуальное сопровождение у меня стоит 110 тысяч рублей, поэтому можете меня поздравить. Еще Дима запустил марафон по сознанию жизни. Уже он у нас длится две недели. Я еще ни одного дня не пропустил зарядки. В общем, у меня прям что-то странное творится. После, говорю, Дениса, баня прям вообще какой-то переворот моральный и внутренний. Поэтому я прям доволен и счастлив. Круто очень, Руслан, вообще такие результаты. Прям вообще. Слушай, сегодня прет на это самое, на дифирамбы. И я благодарен тебе, Руслан, за такие слова. Кстати, да, конечно, для тех, кто живет в Новосибирске, у нас есть баня. Мы встречаемся по воскресеньям и оплачиваем ее мечталями. И, короче, тут происходит, ну, конечно, тут происходит вау. Мы семь часов тут паримся и разговариваем за жизнь, за смыслы. У нас называется отдых со смыслом. И идет такой чистый поток сознания, поддержки друг друга, осмысления. Ну, короче, тут действительно творится что-то вау. К сожалению, не для всех. Но, Валечка, если когда-нибудь ты будешь в Сибири из своей прекрасной Европы, то, милости прошу, у нас это можно. Замечательно. Но если вы будете у нас, то же баня, только по-другому. Ну, что ж, друзья, у меня новости. У меня сегодня небольшое счастье. Я спилил две березки. У меня над баней висят, висели все эти 20 лет, с каждым годом все больше нависая над баней, две страшные березки. Учитывая, что одна березка лет пять тому назад упала, рядышком, упала просто так, бам, упала от ветра. Я, короче, смотрел на эти березки, мне, к сожалению, было страшно. Я сегодня, у меня произошла эта штука. Я заказал культурные хлебы, и они мне эти две больные, несчастные, аварийные березки спилили. И теперь они не висят надо мной, как дамоклов медь. Вот такие у меня новости. Я сегодня счастлив. У меня вот такая вот сегодня с утра они приехали, за час. Короче, крутяк. Еще и куча дров. Вот такие у меня новости. Джаксибек. А еще я заметил, что Денис побрит и расчесан. Простите, друзья. Я сегодня видео записывал по работе. Я подумал, что надо побриться и причесаться. И поэтому я не успел прийти в свое нормальное человеческое состояние. Простите, Денис. Не успел, прости. Страшно культурно. А я уже думала, ты завтра меня встречать будешь. Любимая, я хотел тебе собрать завтра, что я ради тебя побрился. Но вот все, я сдал. Я себя раскрыл. Джексибек. Мы категорически рады тебя видеть. У тебя новый облик. Да. Я тоже всех рад видеть. Всем привет. Очень. Такой замедленный у меня сегодня процесс. Я пришел с опозданием, но постараюсь включиться. Что было? Просто рассказать о неделе? Да. У нас мы делимся новостями жизненными или нежизненными, которыми хочется поделиться. Ты последний. Новостями, новостями. Так. Ох, блин, много чего происходило. Что, 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 что. Запомнилось. Интересно, что во время какого-то кризиса очень сложно вот это включать осознанность. То есть я заметил, что вообще никак. То есть вспоминаешь потом уже. Например, была такая ситуация, очень такая, блин, дочка подбежала, а там дорога была. Ну, так небольшая дорога, но во дворе, короче. И машина. Но она не быстро ехала. Но она так успела, конечно, остановиться, но водитель, по сути дела, там сильно ничего не был виноват. Но я на водителя там налетел, там начал, ну, чуть конфликт не было и так далее. Ну, это такая интересная ситуация, что, по сути дела, это потом я все осознал, короче. Что, ну, как бы так было, там никакого нарушения не было, то есть человек ехал, а он, она выбежала на дорогу, короче. Не, вот, не видно было там. Ну, это последнее, что я вспомнил, потому что такое самое свежее эмоциональное какое-то переживание говорит. А так, новостей разных, так много, не буду, наверное, как бы эфир занимать. Ну, хорошо. Разминка прошла, я считаю, успешно, замечательно. Мы все включились, вспомнили о том, что существуем, друг для друга в том числе. И я перехожу к, я перехожу к объявлению нашей сегодняшней темы. И наша сегодняшняя тема, я прям хочу ее сейчас показать на экране. Видно ли мой экран? Вы сейчас должны, еще не видно, а вот сейчас уже должны увидеть. Вот наше объявление нашей сегодняшней игры. И сегодняшняя у нас тема. Вот она, тема. Что такое саморазвитие? И в чем его отличие от самокопания? Или антихрупкость на практике? То есть тут предложены две разные темы. Да. Тут предложены две разные темы. Вот сегодня у нас вот такая вот тема. И это то, что задает нашу сегодняшнюю рамку нашего разговора. Итак, что такое саморазвитие? В чем его отличие от самокопания? Или антихрупкость на практике? Ну что ж, друзья, кто хочет быть первым по данной теме? Я, наверное, хочу сделать такую вводную про антихрупкость. Это я сейчас переслушиваю аудиокнигу автора Николаса Таблева, где введено это понятие. И я почему ее переслушиваю? Потому что в свое время, когда я ее прослушивала первый раз, она перевернула мой мир. Но я поняла, что на практике применить антихрупкость это очень-очень сложно. И сейчас я ее слушаю второй раз для того, чтобы именно найти вводные того, как это применять на практике. Что такое антихрупкость? Антихрупкость – это про системы, про людей, про бизнесы, которые от изменений, от колебаний, от шоков, от рисков становятся сильнее, а не слабее. То есть хрупкость – это то, что от нападения, от рисков, от каких-то перемен рассыпается, разрушается, оно не может существовать. А антихрупкость – это вот пришел COVID тот же самый, и это сделало нас не слабее, а сильнее. То есть какая у нас есть система, живой организм, который может мутировать, изменяться в виде компании или деятельности. И вот я вижу, что я сама как малый предприниматель прожила эту мутацию в том смысле, что я была вынуждена перевести в онлайн свою деятельность. И тут вот и саморазвитие произошло, то есть очень много своих установок убрала по отношению к тому, что такое работа онлайн-сети и так далее. Но с другой стороны расширилась эта эпизода. То есть теперь я могу и лично с людьми работать, и онлайн. То есть вот такое получилось расширение деятельности. Но это вот моя обводная пока что. Хорошо. Ну, в рамках твоего времени и вопроса, может быть, ты хочешь добавить что-то про саморазвитие, самокопание? А, ну да. Сегодняшняя притча, которую я выложила в Телеграм-канал про думать-делать, она, собственно, подводит тоже к этой теме. Что в чем разница, да, то есть того, чтобы развиваться, да, саморазвиваться, да, или же уходить настолько глубоко, что мы начинаем себе какой-то вред наносить. Я недавно в Ютубе смотрела видео, там девушка в маске, 30 лет, говорила, как она прошла по психологам, вот, хотела саморазвиться, а в итоге дошла до того, что думала, что ей пора в психушку, пока не нашла, психотерапевта, который ей сказал, что у тебя нет никаких проблем, у тебя есть надуманные иллюзии того, что тебе надо что-то в себе улучшать, да, и вот где эта граница, развиваться, да, или самокопаться до бесконечности, да, то есть приводит ли развитие к делу или приводит ли это все вот копание в себе к тому, что мы просто думаем, 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 крутимся в этой лодке на месте. Ну, вот я закончила вводно. Классно. Надежда, здравствуй. Присоединяйся, вливайся. Ну, смотрите, тогда я хотел бы продолжить и сказать следующие свои мысли относительно... Спасибо тебе за тему, Валь. Это очень хорошая тема относительно саморазвития и самокопания. Вот как раз найти вот этот вот, найти вот этот правильный баланс. Для меня центральное слово – это слово самореализация. Оно близко для меня к слову развития, к слову саморазвития. Ну, глубже, что ли. Глубже, что ли, по понятиям. Но вот то, что ты сейчас проговорила относительно самокопания, да, там есть эта опасность, прям реальная опасность, когда... Ну, вот я думаю, что я как раз в нее в той или иной степени вляпался. Вот в моей жизни, наверное, именно так и есть. Ну, я не называл это самокопанием, но реально, когда ты уходишь в виртуальный мир относительно своих хотений, образов, когда ты думаешь про развитие, про будущее, когда ты пытаешься себя оценить, понять свои ценности, свои мечты, свою жизнь, то есть, и это не переходит вот в действие, не заземляется, то, честно говоря, крыша едет, и башня вообще иногда ее срывает напрочь, вот прям напрочь срывает. Вот. В этом смысле я прям поддерживаю важность этой темы, и притча хороша, она действительно прекрасна, то есть, два весла, думаю и делаю, и надо грехти обоими, чтобы плыть, потому что, когда ты только думаешь, или когда ты только делаешь, ты крутишься на месте. Про антихрупкость. Про антихрупкость я хочу добавить мысль, у меня сейчас такая вспомнилась. Самый главный, наверное, вопрос относительно того, чтобы наши проблемы или наши сложности, которые к нам приходят, превращали, делали нас сильнее, то есть, не ломали хрупко, и это не гибкость, но это не гибкость, то есть, в том смысле, что мы не прогибаемся под сложностями, мы становимся сильнее от того, что в нашу жизнь это входит. Сейчас я вспомнил ситуацию. У нас в коучинге есть такой очень хороший вопрос, и он очень простой. Он выглядит так. Какой опыт я получил, проходя через эту ситуацию? Какой опыт я получаю, находясь в этой ситуации? Какой опыт я могу получить, когда пройду эту ситуацию? Какой опыт я могу передать другим людям и поддержать их, когда я пройду в эту ситуацию? Что мне говорит сейчас моя ситуация относительно того, что я получил? Такой подход, подход про опыт, он определенным образом вытаскивает тебя из этого. И вторая мысль, еще одна мысль, которую я хочу сказать, это уже из другого. Это вот у меня мысль пришла из коучинга, а вот еще одна сейчас мысль в голову пришла из буддизма. Там говорится следующим образом, что за все, что происходит в нашей жизни, за все, что происходит в нашей жизни, ответственны мы сами. В буддизме есть понятие кармы, это закон причинно-следственных связей. И буддизм говорит о том, что все, что с нами произошло, это результат наших действий, наших собственных действий в этой жизни и в прошлых в том числе. И что же в этом такого позитивного? А позитивного здесь то, что если мы завели себя в эту ситуацию, то мы же и можем себя из нее вывести. И вот это офигенно позитивный факт, если принять буддийскую философию. Потому что если мы находимся в говне, которую нас покунула эта жизнь, и если мы думаем, что это от нас не зависит, то и выбраться из этого говна мы не можем. Потому что это же не по нашим причинам мы в этом находимся. Но если допустить тот факт, что мы находимся в этой ситуации, потому что сами что-то в прошлой жизни или в этой жизни сделали, тогда у нас развязаны руки. Вот что важно, руки-то у нас перед нами. И тогда мы можем что-то с этой ситуацией сделать. Или сделать, или вообще ее изменить. У нас есть эта возможность. Вот такая охрененно позитивная мысль. Я периодически к ней обращаюсь внутри себя. И каждый раз, когда меня так шмяк обо что-нибудь, я думаю, так, хорошо. Давайте я расскажу последний и заканчиваю. Просто я очень по вам соскучился, а вы так внимательно слушаете. Все, последний рассказываю и заканчиваю. Есть такая фраза. Однажды обратился ко мне друг, которого сильно избили. Ну вот прям, ну избили его, короче, шли, и хулиганы его избили. Ну что, собственно говоря, хорошего? Ну вот вообще ничего хорошего. Ну ужасно вообще на самом деле. Ну я в своем стиле немножко пошутил. Я сказал ему так. Смотри, если использовать буддийский принцип, то тот факт, что они нашли тебя в этой жизни и так отмудохали, говорит о том, представь себе, как ты отмудохал их в прошлое, что они в этой жизни тебя нашли. Наслаждайся тем фактом, что когда-то ты сделал с ними то же самое. И в этом смысле, ну это с одной стороны шутка, а с другой стороны нифига не шутка. Ну в общем, вот такой вот пример относительно того, как я думаю, что я сейчас говорю про антихрупкость еще раз. То есть как становиться антихрупким, как становиться сильнее того, что к тебе прилетают всякие каки и бяки. Все, друзья, я опустошился. Кто хочет продолжить? А я вот знаете, кому слово передаю? А я вот слово передаю Руслану. А вот так вот. Вот смотрю я на Руслана и думаю. Вот я просто беру и передаю слово Руслану. Кстати, можешь сразу сказать, кому ты передашь слово. У нас это тоже такая небольшая часть правил этой игры. Ну давайте после меня будет у нас надежда. Я ей доверяю больше всех. Но это шутка немного. Сложно сказать, тема такая действительно интересная. На самом деле я отношусь к категорию людей перфекционистов. То есть я люблю сделать так, чтобы все было идеально. Часто обращаюсь к той же самой работе, которая уже была проделана не один раз, чтобы ее отреставрировать, чтобы сделать еще лучше. И очень долго боролся с тем, чтобы не тратить повторно на одну и ту же работу много времени. И считаю, что вот это как раз самозакапывание, да, о чем мы сегодня как бы разговариваем, оно имело, ну то есть саморазвитие и самозакапывание, оно как раз имело прямое отношение вот к этим возвратам. Потому что чем больше я сам развивался, чем больше получал знаний, тем больше я себя корил, что сделал это не идеально, больше себя замечал, что сделал это неправильно, старался обратить на это внимание, сам себя угнетал, закапывал, унижал и так далее. И возвращался назад, проделал повторно ту же самую работу, потом через полгода опять возвращался на круги своя, и в общем так полжизни прошло, делая одно и то же, грубо скажем, по кругу. Но опять же это помогало в саморазвитии, то есть я понимал, ну как бы понимая, что я сделал что-то плохо, я старался еще сильнее саморазвиваться, старался еще больше обращать на себя внимание. И как бы это своего рода провоцировало меня к росту, сподвигало к росту. Но столкнувшись с одним человеком в интернете, я уж не помню как, то ли по статье, то ли через YouTube, ну это было довольно давно, наверное, лет может быть 10-6 назад, когда он сказал, что я тоже перфекционист, что я в один прекрасный момент плюнул на все это дело, перестал себя уничтожать, перестал себя унижать, и сказал так, я сделал какую-то работу, и пускай она будет такой, какая она есть, и больше к ней я не возвращаюсь. Услышав эту фразу, я решил поступить именно так же, и сказал, что все, если ты работу сделал, в тот момент ты считаешь, что она на достойном уровне, больше к ней не возвращайся, не пересматривай, не перечитывай все, что ты там накорябал, либо пересматривая там или перечитывая все, что ты в свое время сделал, не относись к этому отрицательно. И на самом деле это серьезно сработало и повлияло на мою жизнь, я стал саморазвиваться еще быстрее, еще больше сил стал в это дело, в какое-то саморазвитие вкладывать, и перестал обращать внимание на те вещи, которые я делал раньше. И теперь, если даже я смотрю на то, что было проделано давно, давно я уже смотрю с другого ракурса, и, как правило, бывает даже выхватываю там позитивные вещи. Иногда бывают такие моменты проскакивают, что я думаю, неужели я об этом в то время думал, неужели я об этом знал, потому что когда ты постоянно не обращаешься, по одному кругу, так скажем, не бегаешь, ты забываешь, что ты это знал, потому что эта информация просто уже забыта и пропущена. И вот на сегодняшний день, в принципе, довольно все хорошо, я стал относиться к себе менее критически, менее критично и перестал, допустим, даже пропал страх, например, допустим, каких-то прямых эфиров. Не то, что пропал, но он серьезно снизился. В прошлом я бы дрожал бы и волновался каждый прямой эфир или еще какой-то, даже при встрече с вами я бы волновался постоянно. Сейчас уже это все проще и намного легче. Как бы у меня, наверное, я думаю, вот по поводу саморазвития и само, так скажем, опускания, да, и самокопания, мои мысли примерно вот такие, как бы, ну, все. Ждем Надежду. Так, я здесь. Вы меня слышите? Да. Я с телефона, и я пока еще не поняла, как это, я первый раз с телефона, поэтому... Надежда, кому ты говоришь, кто после тебя? Так, я говорю Джекси Беку. Вот он появился, я ему и говорю, да. Так, значит, я говорю свое впечатление от выступления Руслана или я, как бы, свое мнение по этой теме? Напомните мне, я же не очень... И так, и так. А, и так, и так. Ага, по очередности все равно, да, как? Ну, первое, что, как бы, присоединяюсь к Руслану, что не он один болен перфекционизмом, и это такая, в общем, вещь заразная. И чаще всего, конечно, ну, как бы, сами мы все взрослые понимаем, идет от требований от воспитания, от среды, в которой выросли, ну, и так далее, тому подобное. То есть тоже я этой детской болезнью переболела, окончательно или нет, неизвестно, но мне тоже повезло в своей жизни с учителями. Меня как-то так провели хорошо относительно отсутствия смысла. То есть я в какой-то момент поняла, что я прячусь за этот перфекционизм, но все равно хотелось еще попрятаться, и это выглядело так. Я сказала, что у меня социальная депрессия, то есть я, как бы, даже не депрессия, скорее всего... Господи, еще голова не очень хорошо работает. Ну, в общем, неприятие, как бы, этого социального всего действия. В общем, не хочу участвовать ни в каких историях, и сама ничего придумывалась, пока не пойму, в чем смысл. Ну, естественно, вот этот смысл, значит, очень долго для себя искала. И в какой-то момент повстречалась с прекрасной одной дамой, которая сделала какой-то такой прям чудесный тренинг, и я на него случайно попала. И было так, что, значит, что удалось там прожить. Ну, во-первых, мне вот понятна еще и валенная история, там стараться быстрее высказаться и так далее. Я примерно в таком же была качестве. И вот весь этот процесс, это было почти неделю, достаточно долго. Эта дама мне не позволяла говорить. Ну, как не позволяла? То есть не давала слова, и я ужасно бесилась на этот счет. И вдруг какой-то момент... В общем, дама такая была с Молл-стрит, такая, знаете, как это все из себя упакованы, какая-то гуру там, пригуру. Ну, я понимаю, что какой-то эксперимент и что-то такое. Ну, в общем, короче, в какой-то момент я поняла, что я уже это не выдерживаю. И просто думаю так, если я сейчас подойду к этому микрофону, и она не позволит, то есть поставлю вопрос ребром. Я подошла к микрофону. Она, конечно, драться со мной не стала. Говорит, ну, говори. Я говорю, слушайте, на этом тренинге, вот тут уже сколько-то дней копаюсь, я пришла для того, чтобы понять, какой смысл. Ну, в общем, как бы вот кратко, речь моя звучала таким образом. И пока я, значит, не понимаю, что, действует бессмысленно, потому что нет смысла. Тишина, и вдруг она мне говорит, слушай, да смысла просто нету. И я зависла, значит, и молчала достаточно долго, пока она меня не выключила, ну, как бы не прервала. И говорит, это самая длинная пауза, которую Надежда выдержала в своей жизни. Я говорю, слушай, похоже на то. Но мне было важно, что меня через это вот провели, что смысла как такового нет. И мне, в общем-то, полегчало. И я начала создавать такие, как бы, свои смыслы. Но я их раньше создавала. Но я всё время хотела, чтобы этот смысл прям был вот такой вот, не меньше, как какого-то мирового масштаба. Дальше, когда вот этот перфекционизм у меня выключили таким образом, это, конечно, просто вот очень хорошо провели. И через это я просто помню эту паузу и помню своё состояние. И не то, что уж я так глупа была, но, короче, мне нужен был такой волшебный пинок, чтобы через это пройти. И вот тогда как раз я себе и позволила как-то уже спокойно быть несовершенной, быть всякой разной, какой хочу, какой могу. И, в общем, плевать особенно там на чьи-то чужие мнения. Вот, но если продолжить вот эту тему самокопания, саморазвития, ну вот в тот момент я перестала копаться, самокопаться и стала прекрасно себе развиваться, чем сейчас продолжаю заниматься. То есть самокопание для меня, если обобщить тему, это копание вниз куда-то там, да, а вот саморазвитие – это рост вверх. То есть вот для меня вся разница. То есть оно и образно переживается, и телесно, и как бы осмысляется таким образом. То есть если я копаюсь всё время, меня как бы больше не становится. Я куда-то закапываюсь. А если я развиваюсь, меня становится больше. То есть это для меня вот такой критерий. Антихрупкость – это история такая, что, ну это как бы если взять, я его всего не прочитала, конечно, эту огромную книжку, очень хорошую, но как бы как я это воспринимаю, для меня это вот то же самое, должно ли быть там добро с кулаками и так далее, насколько я могу себя защитить, насколько я не позволяю миру повернуть себя как бы против себя. Очень часто, когда нас критикуют, ну я больше всего страдаю от обесценивания. Мне это не нравится, я не люблю и так далее. И вот если это происходит, да, я себя чувствую хрупкой. И в этот момент мне просто хочется развернуться и сказать, что, ну, короче, да, я вот как бы такая-растакая. И даже вот пусть я сто раз-растакая, но мне об этом говорить не надо. То есть вот, и я чувствую право стоять за себя. Ну и как бы для меня антихрупкость – это возможность постоять за себя, то есть любым доступным способом. Вот так. И то, что это надо делать обязательно, я в этом уверена. Ну или уже быть такой вот буддистом, не знаю, прости, Денис, может, я это примитивно толкую, но это же из буддистских там притч, сидеть на берегу, рететь, ждать, когда мимо тебя проплывут там трупы твоих врагов. Я как человек всё-таки деятельный, мне вот легче вот прям сказать, да, чем с этим жить и закапываться куда-то. Это вот если по поводу антихрупкости. Ну вот, так что, ну, наверное, всё. Да. Жек себе, я передаю слово тебе. Я по вопросу… А, я кому буду передавать слово? Да. Так, а кто ещё не говорил, я даже что-то выключился. А Нина только не говорила. Только Нина? Ну тогда Нине только могу передать. Ага. Как тебе борода не передать? Спасибо большое. Так, что бы сказать. Столько мыслей. Давайте с этого начну то, что тогда… Вот Надя говорила о том, что самокопание – это копание вглубь. И у меня резко перевернулось это понятие то, что… В психологии, знаете, это понятие того, что самокопание – это… У меня до этого было самокопание таким оттенком, что это негативное что-то. А когда она сказала «скопание вглубь», я такой задумался и сказал про себя. Так это же хорошо иногда, когда попаешь ты вглубь. Ну, то есть ты должен скопать внутрь вглубь, чтобы какие-то корни нащупать, а потом оттуда уже брать силы и ветки, чтобы росли там плоды. То есть в чём смысл? А так до этого у меня прям готовый шаблон уже был готовый, типа, ну, саморазвитие – это хорошо, но надо не уйти в самокопание. Там, если ты развиваешься, там, находишь свои какие-то минусы, то есть сильно копать не надо. Но с другой стороны, ощущая, ну, как бы, самокопание с определённой, может быть, сказать, мерой, когда ты чувствуешь, что ты сейчас слишком просто критикуешь свои прошлые какие-то действия, да, допустим, какие-то гипотезы проверяешь, и не получается ты там проверяешь, не получается. По сути, делаешь что-то делаешь, но ты не должен себя самокопать по этому поводу, да, то есть что-то ничего, результат никакой не сделал. А если это самокопание, потому что… А почему это не получается? Может быть, мне стоит немножко свернуть, или это может быть не слишком близко ко мне, может быть, ну, там, попросить помощи или ещё что-то, то делегировать, может, этим не надо, самовершенствоваться в этой области. Лучше самовершенствоваться в этой области. Вот. Если в этом включи самокопание, мне кажется, самокопание может быть и положительным. И я просто к такому, этот, последний, когда вот к этому пришёл почему-то. Почему? Потому что у меня больше было перекошено всего на само… Было, конечно, самокопание, очень много было. Наверное, поэтому и было самосовершенствование сильно. То есть у меня было перекошено, что само совершенствование сильно было, до такой степени, что я против воли шу. То есть мне нравится, не нравится, я должен освоить это, делать как вот это. То есть у меня не такой склад ума, но я должен именно изучить и вот этот набор добавить к себе в резюме, потому что это трендово и так далее. И против воли шёл, воля заканчивалась. В итоге я его, да, осваивал, но по ходу дела у меня кончалась с такой мотивацией и так далее для общего, для вообще, для проекта энергия. Сжирала энергию конкретно, потому что я не слушал вот внутренний больше голос. Вот. А если говорить о самосовершенствовании, поэтому у меня почему-то так откликнулось. Ну, естественно, самокопание есть такое, которое ты, когда ты себя критикуешь неадекватно, это можно, допустим, найти с помощью, там, дневников и так далее. Это, конечно, плохо, да, допустим, если там в этой логике самокопания есть какая-то... У меня это не получилось, значит, я там... У меня ничего не получается. То есть, естественно, в этой цепочке логика есть... В этом убеждении есть... В этом рассуждении есть ошибка. Понятно. Эту ошибку надо находить и не копать себя больше. Вот. Как-то так. А по антихрупкости, я думаю, это как раз-таки очень сильно, сильно переплетается с самосовершенствованием, потому что все системы интересным образом стремятся... Ну, в любви все, любые открытые системы стремятся к повышению энтропии, к какому-то разрушению хаоса, да, и чтобы каждый организм или каждая организация стремится эту энтропию понизить с помощью какой-то организации, структуризации и так далее. Но до какого-то предела, да. И когда ты самосовершенствовался, ты, по сути дела, идешь на обдуманные, какие-то дозированные энтропию, где тебе там некомфортно, обучаешься еще чему-то. Но благодаря этому ты становишься более готовым к смене экономики, допустим, или там, если закаливаешь смене климата, допустим, да, ты локально делаешь... Идешь на какую-то энтропию, тратишь энергию, делаешь какой-то хаос, закаливаешься, обливаешься холодной ледяной водой, но благодаря этому ты более с антихрупким становишься. Или там, благодаря тому, что ты в спокойное время прокачиваешь какие-то навыки, ты потом становишься антихрупким там во время карантина, допустим, или еще что-то. Вот. Ну, у меня такие какие-то мысли, что-то не структурировано получились, но вот, что я хотел сказать Нине. Спасибо. Меня хорошо слышно? Да. Спасибо, Джексе Бек, за мысли. Знаешь, само копание действительно казалось совсем отрицательное. Ты вот этот фокус, что можно погрузиться и проанализировать в глубину, в ценности. Здесь есть фокус, внимание интересный. А вообще, какие мысли у меня, что саморазвитие – это все-таки, где ты действительно идешь вперед, для меня действия, вот Денис сказал там, или ты понимаешь для чего, ну, и где-то получаешь, может быть, еще энергию, вдохновение. Это про саморазвитие. Саморазвитие – это как раз остановиться и осмыслить, что самого, ну, для меня, для меня важного, наверное, из этих понятий, что важно признавать, что ты сейчас хочешь посамокопаться. Какое время ты себе даешь посамокопаться? И самокопаешься. И тоже получаешь энергию. А если что-то происходит, ну, это в развитии, ну, отлично. И ты вот тоже идешь туда. И вот когда ты себе отвечаешь на процесс, какой процесс именно сейчас идет, оно часто все равно дает энергии. Какие-то вот такие у меня мысли сегодня по этому поводу. А, я не сказала, кому передать, или ты, Денис, делаешь завершение круга. Завершение будешь круга делать? Я все, мысли какие были. Денис, у тебя микрофон выключен. Не слышно. Друзья, спасибо, Нина. Мы переходим на второй круг. Напоминаю, у нас игра три круга. Мы три круга будем делать, говорить по очереди. Мы переходим на второй круг. Ну, и, Валя, то есть ты его начинала. Начинаем с тебя. Кому ты будешь передавать слово? Я, наверное, буду Надежде говорить. Угу. Вот так вот. Мне зацепило несколько вещей. Мне зацепила тема про смыслы, которая от Надежды пришла. Мне зацепила тема про корни и ветки, которая от Джексабека пришла. И вот последнее из того, что Нина говорила, что дай себе разрешение остановиться и пасом накопаться. И тут вот по последней теме всплыла волшебная уборка конмари. То есть мы бронируем себе время для того, чтобы расчистить гардероб. Потом быть и быстрее, и эффективнее. И тут проводится параллель с нашей то ли неделю назад, то ли две недели назад игра, когда Денис сказал, что в буддизме, нет, в индуизме есть три божества. Божество создания, божество поддержания, и большинство уборки, разрушения. И вот это иногда самокопание, развести корни проблемы и почикать, что там выросло не в том настроении, в том направлении. То есть также и саморазвитие иногда полезно эти ветки прореживать, чтобы не развиваться сразу в слишком много направлений, а как бы направить в корпус временно силы, внимание, ресурсы на то, чтобы развиваться какое-то время в одном направлении, ну, хоть в неделю, хоть в месяц, а потом пересмотреть это, да, может, потом поменяем другие ветки, выберем, там будем развиваться. Вот, это очень откликается, в принципе, в жизни много было таких ситуаций. Последнее время, что замечаю, что начинаю выращивать ветки в слишком многих направлениях сразу, вот, и хочется это чуть-чуть, чуть-чуть заужать в такие моменты. И тоже, по сути, последние четыре месяца занималась тем, что прореживала корни, да, убирала какие-то страхи, да, то есть можно сказать, что это самокопание, но оно у меня было на неопределенный срок такой, да, и там шло наоборот то, что убираем ненужное, чтобы рост опять смог пойти дальше, выше и так далее. Какие-то глубинные причины, да, то есть переигрываем. И вот за это последнее время у меня появилось новое понятие, да, то есть я теперь не жду какого-то идеала, да, то есть я, по-моему, у Руслана прошла тема ожиданий к себе, да, то есть что ты хочешь довести или свое качество, умение, или свой продукт к какому-то хорошего, отличного, перфектного уровня, да, который ты поставил ожиданий. Каждый раз этот уровень ожиданий, он все повышается и повышается. И тут я как бы тему ожиданий, она у меня перешла в тему ясности, да, то есть я для того, чтобы действовать, жду, что у меня появляется ясность по тем или иным параметрам, да, то есть я даю этим корням дерево достаточно рефорсов, то есть задаю вопросы, все, чтобы у меня пошло это в рост. И вот с этим вот параметром ясности мне стало проще, проще намного развиваться, потому что тогда я ориентируюсь не на иллюзию того, как я вижу, куда я буду развиваться, а я именно подгоняю помог, 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 помогательные средства для того, чтобы это развитие пошло. Я не контролирую само развитие, я даю ему волю развиться, как оно пойдет. Я просто ему предлагаю ресурсы достаточные для того, чтобы, ну вот, грубо говоря, растение растет, зима, да, подгоняем ресурсы, чтобы ощущалось, что лето там, типа, как по русланным технологиям эти удобрения, да, солнце, вода, и раз, пошло вверх. Ну вот у меня такие, такой вот кликат от первого круга пошел. Спасибо, Валя. Так как я с самого начала, вот, ну, как бы не присутствовала, прям совсем-совсем, я начну с того места, которое... Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста, кому будешь говорить? А, кому я буду... Я буду не говорить, можно, да. Вот. Начну с того, что я как бы, в какой момент я въехала. Значит, что отозвалось, да, ну вот Русланов этот посыл к перфекционизму, который там в какой-то момент может задушить и позволит себе быть... ну, как бы не быть захваченным этим перфекционизмом и как, в общем, как все-таки удалось это сделать, да, то есть где это перестает быть уже толчком к развитию, а где становится тормозом. Это вот очень так отозвалось и очень понятно. И остановиться, вот сделать ровно столько, сколько можешь, и на этом вот остановиться. Так, дальше вот как нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. Вот мне понравилось, как меня услышал Джексибек, что я говорила про копание вглубь. На самом деле я употребила слово вниз и вверх. Но вот это углубление, оно как раз, я его имела в виду, что оно как бы... Но я его не произнесла. Но вот то, что Джексибек так услышал, мне как бы очень хорошо, что он уловил то, что, может быть, недосказано. И очень как бы отозвалось вот его формулировка, может быть, вот эта вот найденная, какая-то точная. Когда ты идёшь, когда ты сам осовершенствуешься, ты идёшь на какую-то осознанную энтропию, создаёшь там немножко хаоса, затем чтобы... осознанно создаёшь этот хаос, затем чтобы уже структурировать. И становишься более антихрупким, то есть более устойчивым, как я это понимаю. так что спасибо за это определение, Джексибек. Нина, очень, да, вот это близко ограничение времени для самокомпания. То есть тоже очень хорошо, когда вот кто-то так чётко сформулирует то, что, может быть, интуитивно делаешь или хочешь делать, и вот прям как ключ, да, сделай этот, ну, как бы промежуток ограниченным во времени, позволь себе, я так с деньгами поступаю, чтобы лишнее там, вот что-нибудь заработаешь так приличненько, и чтобы все сразу не из трасси, я так это говорю, вот это я потрачу так, чтобы вообще не считать. Ну, это неважно, это может быть там, я не знаю, 10 тысяч, 100 тысяч, в зависимости от того, что ты заработала. Пусть даже там, не знаю, 5 тысяч, но ты их потрать, чтобы не считать, да, зато всё остальное останется в целости. Также вот это можно применить и к процессу самокопания. Покопайся в удовольствие, убери тут всё это лишнее. Так, не помню, от кого пошла эта тема с корнями и ветками, Джекси Бекли, но у Вали я это услышала, вот, ну, как бы уже чётко сформулированное, поэтому спасибо за это тоже, за эту метафору. Вот, что, ну, это, по-моему, Джекси Бек, да, про корни сказал, Валя это уже интерпретировала к веткам, но даже не суть, кто там что первым сказал, по сути, вот, мне это тоже очень созвучно, и особенно вот это вот валяное прореживание веток, потому что тоже отзывается, тоже я в себе обнаруживаю много лишних отростков, вот, и осознанно их прореживаю, потому что если я это не сделаю вовремя, дальше придётся вот что-то какие-то прям уже отросшие деревья с корнем отламывается, это уже больно, потому что иногда начинаешь так вот отрастать во все стороны, увлекаешься, а потом понимаешь, что это просто нарост какой-то, да, это не твой основной, там стержень, это нарост, его нужно, а уже больно отрезать, и он тоже сам по себе красивый, но вспоминаешь японцев, и кибану, и всё прочее, и начинаешь уже чикать. Единственное, можно, допустим, там отдам от роста в хорошие руки, только так поставить, чтобы корешки дал, вот, так что прореживание веток совершенно, в общем-то, необходимый этап, вот, и вот еще валена тема, ясность по тому или иному процессу, вот это тоже, как бы, отзывается, что нужно добиться какой-то ясности, ну, или определили для себя ясность на данный момент, и уже более свободно действовать, уверена. Ну, наверное, как-то всё, вот, спасибо на этом кругу, я сказала. Дениса не слышала я, поэтому думаю, ещё Денису сказать. Нет, Дениса я слышала, но это было что-то, ну, ладно. Да, Нина, передаю слово тебе, да. Ну, я Денису передам дальше. Если честно, не знаю, во втором круге сильно не появилось мыслей новых. Поддержу, размышляю пока. Поэтому я сегодня коротка. Единственное, ребята, у меня здесь, оказывается, очень быстро садится батарейка, и я сейчас отключусь. Очень рада была всех вас видеть. До следующей встречи. Всё, пока-пока. Пока. Я буду говорить для Руслана. Руслан не был ещё на втором круге. Что меня сейчас интересным образом зацепило? Вот это отдам отросток в хорошие руки, мне вдруг пришла, ну, то есть, для меня, как я это понял, то есть, вот прорежать ветки, это означает, что у тебя что-то, какие-то компетенции были, или какие-то скиллы, или какие-то, вот, какое-то что-то, а потом ты от этого отказываешься. Вот, просто отказываешься, и всё. Может быть, какие-то страхи, вплоть, ну, и страхи в том числе. И вот тут, когда ты что-то у себя отрастил, такое большое, такую ветку, такую отрастил, внутри себя такие компетенции, и потом решил отказаться, и ты думаешь, так, а кому бы эти компетенции передать? И вот тогда ты говоришь, кому мой отросток, отрезаешь его, и передаёшь следующему, кто его будет дальше расти. Вот такая у меня прошла внутренняя метафора, и мне это, когда она у меня пронеслась в голове, когда Надежда сказала, отдам отросток в хорошие руки, у меня это всё вот так вот быстро пронеслось. Мысль, которая ко мне пришла, ещё. Я сейчас слушаю Филоненко, Александра Филоненко. Мне его подогнали. Это украинский философ, прям, ну, как бы философ, в настоящей смысле нашего текущего времени. У него есть девять лекций про антропологию игры. Каждая лекция по полтора часа, а некоторая по два часа. Я сейчас прослушал семь лекций, то есть это примерно девять часов видео. Я офигеваю вообще, то есть я его, я офигеваю с него. И вот его посыл, он разбирает антропологию игры, он разбирает вообще, что такое игра. Если вы слышали про Хомолюденс, Хейзинга, 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 если вы слышали про Герман Гесса, игра в бисер, то есть вот на таком уровне про игру говорится в принципе, а он перечисляет все, что было в человечестве по теме игры, все, кто что говорил и так далее. Ну, то есть его главный посыл, что вселенная с нами играет. Играет все время, постоянно, каждую секунду. И все, что человечество совершило, оно совершило в моменте, когда человек играл, играл с собой, с вселенной, а не работал. И это очень интересный посыл. Я его, короче, захлеб сейчас слушаю, мне так вставило. И что у меня, короче говоря, теперь по этой теме? То есть сейчас я думаю вот про саморазвитие и про самокопание. То есть я... Раньше у меня мозг четко работал по принципу. Так, это правильно, это неправильно. То есть как бы это ты неправ говоришь. Так, здесь тебе этого не хватает. То есть мой мозг всегда четко оценивал все, что я слышал и тут же по полочкам разводил правильно, неправильно, согласен, не согласен. И вот эта вот постоянная внутренняя оценка того, что я слышу, она на самом деле убивает. Потому что в конечном итоге со всем этим правильным и неправильным не знаешь, что делать. Ну, то есть потом лезешь человеку в душу или говоришь ему да вот так вот правильно, а ему это не надо вообще абсолютно в данный момент или может быть... И, короче говоря, все это вот сплошная хрень в моей жизни присутствовала. Особенно, когда умных книжек начитаешься, девать же все это куда-то надо. И тут я понял, вот пока я слушал Филогенка, и вот этот для меня такой мощный посыл игры. То есть ты играешь, ты играешь с тем, что происходит во вселенной, с тем пространством здесь и сейчас. Ты не оцениваешь то, что происходит. И неважно, прав ты или неправ, понял ты или не понял. Вот сейчас происходит игра. Каждый из нас говорит кучу интересных разных мыслей. Кто что зацепил, тот зацепил. У кого что произошло, ответом у того что произошло. То есть происходит вот такое вот, вот так игра происходит сейчас из мыслей и чувств. И я думаю, это офигенно, короче говоря. Вот. Поэтому мой сейчас такой посыл, вот этот вот и на саморазвитие, и на самокопание, и на антихрупкость, это такое вот играть с этой жизнью. Играть с жизнью в очень хорошем смысле этого слова. Русланища, передаю тебе. Ну а кто еще не говорил по второму кругу? Ну, значит, я Джарси Беку передаю слово. Больше получается некому. Я бы хотел что сказать. Вот когда Надежда говорила про копание вниз и вверх, да, на самом деле я это не услышал. Вернее, я не понял. Руслана, извини, у тебя видео выключено. А почему? Не знаю. Зависло просто. Нам не хватает своих глаз. справа иконка. Кажется, не нажата, наверное. Да не, оно вроде как включено, А включить выключить не может? Нет, отображается. Может быть, интернет слабый, поэтому как-нибудь сигнал не такой, чтобы картинка была живая. Тик-тик-тик. Ну, будем исправлять или не будем исправлять? Да ладно, уже так. Да, как есть, так и есть. Ничего страшного. Ну, то есть, что я хотел сказать, что у Надежды я как бы на себя не переложил и не воспринял информацию, да, а вот как Джесси Бек это все перетрансформировал довольно интересно и я как бы задумался, а может это действительно так, то есть не обязательно копаться внутри себя глубоко или корить себя как-то, вспоминать, что ты сделал, что ты не сделал и копаться, в этом смысле копаться. А копаться в том сегодняшнем себе, в том, что ты сегодня чувствуешь и разбираться именно, погружаясь внутрь себя, понимать, что ты из себя представляешь, что ты думаешь, что ты думаешь на завтра. Ну, в таком смысле. То есть, как бы, интересная мысль. Я в эту сторону никогда особо не задумывался и не думал. И сегодня прям меня как бы немного, я бы сказал, эти фразы включили. И я теперь понимаю, что в принципе разглядывать себя внутри иногда, наверное, бывает важно. На этом у меня как бы все. Это сегодняшний такой вывод довольно значительный. И значимый. Все, Джесси Бек, ждем тебя. Так. Ну, мне почему-то, когда про игру начали говорить, мне почему-то начали всплывать такие вопросы, экзистенциальные вопросы. Недавно читал Ервина Ялома, психотерапевта американского, который часто пишет, глядывая солнце там и так далее, про принятие конечности жизни и так далее. И вот сейчас как раз, когда Денис сказал про игру, и прям очень откликнулось в том смысле, что игра, она интересная вот здесь и сейчас, на данный момент. И то, что она закончится, она наоборот становится интересной игрой. Представьте, вы играете игру, которая не заканчивается. Ну, то есть ты не можешь проиграть. Бывают, что такие игры, когда ты чит-коды берешь, я бы как-то, мы находили где-то, и ты не проигрываешь, ты бьешь со всеми. И ты никогда не проигрываешь, у тебя много жизни. Вот. И там после какого-то периода перестает интересно играть. Ну, это виртуально, конечно, но в реальности я бы подумал прям, действительно, если вот это все, рассматривая момент вот этого саморазвития, роста, героя, да, который все новые, новые, всего, новые способности накладывается на себя, там, какие-то новые сверхспособности и так далее, пытается что-то сделать, не получается, находит каких-то наставников и так далее. И вот эта вся игра интересна в том, что это конечность и каждый момент, да, вот игры. Вот этот, еще, кстати, почему-то сейчас именно вспомнил про то, что упоминалось, я не помню, в первом круге это Денис был, да, насчет того, что если человек породил какую-то, ну, как попал в какую-то ситуацию, значит, он может оттуда выйти. Ну, то есть, в смысле, там есть ресурсы какие-то. И это сразу приокликнулось тем, что все равно есть какой-то какой-то коллективный, что ли, для меня сосуд бессознательный, что все равно он, даже если это не ты, но кто-то, если ты вглубь до конца докопаешь, и это твое глубинное озеро, коммуницируетесь с какой-то канал, с чем-то другим озером, может быть, живу с ним сейчас или когда-то жившим. И есть какие-то решения, которые помогут, ну, если действительно нормально, хорошо покопать, почему-то вот эта аналогия пришла, и вначале я хотел возразить, я вначале хотел возразить, Денис, потому что я просто забыл на первом круге, в смысле, есть же другое выражение, типа, те мозги, которые породили эту проблему, типа, да, они, возможно, не могут решить, то есть, они бы давно уже решили эту проблему, если бы они, но, но факт-то в том, что эти же мозги не ограничиваются, только этими мозгами, то есть, они же как-то идут еще более глубоко, вот, почему-то мысль пришла, хотя она, может быть, и не по этой теме сегодняшней, но вот так, ладно, по саморазвитию, по вот этому, и очень что-то я до конца, Денис, не уловил, если можно, кратко, просто, может быть, не до конца понял насчет того, что надежда мысль начала развивать то, что можно отдать росток в хорошие руки, а ты как прокомментировал, именно в каком-то ракурсе открыл, но я что-то до конца не врубился, если честно. Спасибо. Передаю слово Денису обратно, да? Я что-то даже не сказал. Выбирай любого. Ну, как раз я про ветку хотел спросить. Друзья, смотрите, мы заходим в третий круг, мы переходим в третий круг, и на третьем круге у нас два вопроса. Что было ценного сейчас вот в нашей игре? Это финальный круг, финишный, и какие шаги я планирую сделать в связи со всем услышанным? То есть у нас сейчас два вопроса. Что было ценного? Это рефлексирующий, завершающий круг с учетом вот нашего всего общения сегодня во всей игре. В начале, к себе, к тебе отвечу. Не пытайся найти смысл в том, что я сказал. Честное слово. Вот это это было я и сам не понял, что я сказал. Это был такой полет, шутка, где-то что-то внутри меня схлопнулось и пересеклось, и мне как-то почему-то пошел сильный отзыв на это, отдать росток. Отдать что-то тебе не нужно из того, что раньше было нужно тебе, а ты освобождаешься и отдаешь другому. А ему это нужно, и у него это растет. Вот это я имел в виду, вот это. Но что это такое, я до конца сам не понял. Друзья, что было ценного для меня в этой встрече? Слушайте, офигенно. Вот я, для меня это прям очень прям хороший был прям тренинг. Это прям для меня сейчас был такое очень хорошее упражнение на то, чтобы слушать, не оценивая. То есть в смысле ты слышишь, ты все понимаешь, что тебе говорят, но ты не накладываешь оценку, свою оценку на хорошо, плохо, нужно, не нужно на то, что ты слышишь. Ты просто в потоке того, что принимаешь. Я сейчас был в этом состоянии вот все время всей игры и не важно, кто прав, кто не прав. Вот вообще не важно. Кто-то что-то услышал, мы породили что-то друг для друга, что-то услышал, я меня с ростком, я не знаю, зацепило вообще капец. Я не знаю почему. Может дошлет позже, может сегодня вечером, может завтра. Вот, я не понимаю, но вот это чувство, оно появилось, и оно вот родилось во всей вот этой нашей сегодняшней игре. Спонтанно и непонятно. Ну, здорово, короче. Я ухожу с этой игры, с чувством вот этой ценности, вот этой игры смыслов, и я вижу, как кто-то, как мы слышим друг друга, но то, что зацепило Джекси Бека, Валентине, ну, то есть какая-то фраза, ну, то есть как бы меня не зацепило, ну, ну, ладно, то есть как бы, но что-то зацепило другого человека. Я думаю, ну, ладно, ну, то есть как бы кто-то друг друга понимает, это хорошо, ну, и хорошо, это важно, понимаем ли мы на самом деле друг друга, да это не важно на самом деле, по мне, до конца, как мне кажется, не важно. Вот, не знаю, это мои мысли, мои ценности, с которыми я ухожу, и как это важно просто слушать друг друга, друг друга не оценивая, без вот этого поиска правды или вот как бы нет, это не так, и так далее. Это вот безоценностное слушание. Классно. Что я планирую сделать? Я планирую продолжать практику игры. Вот что я планирую сделать. Я планирую продолжать практику, свою практику игры. Я что-то в себе нащупал, как вот взаимодействовать с окружающим миром и пространством, и это меня сейчас вдохновляет. А, я забыл сказать, кому я передаю. Я передаю сейчас, я говорил это для Руслана. И Руслан, сразу называй, кому будешь говорить ты. Ну, у меня видео пропало, я не знаю, куда оно делать. Короче, что-то с камерой случилось, в общем, я не смог сделать, не работает. Я передаю Валентине. Что для меня как бы ценно? Ну, я рад всех видеть. Это как бы довольно ценно, потому что в таком сообществе всегда, или как в таком обществе всегда приятно побывать. Получаешь воодушевление, получаешь обратную связь. Меня сейчас опять затронула одна фраза, произнесенная Денисом, которая прям действительно запала в душу. это то, что во время нашего сегодняшнего общения за час мы кого-то слышим, кого-то не слышим, выхватываем фразу одного человека интересную, выхватываем фразу другого человека и получаем какое-то для себя единое, целое, единое звено из всей сегодняшней беседы. На самом деле пропущено довольно большое количество мыслей, которые произносили другие. Это 100% я в этом уверен. Не то, что пропустил я. Я их просто не понял, не доуслышал, не переложил на себя. И поэтому как я нашел или услышал те мысли, которые действительно меня касаются, которые я воспринял. И это очень важно. В едином целом я сегодня услышал хорошие мысли и от Валентины, и от Надежды, и от Дениса, и от Джесси Бека, и от Нины. Все очень емко и хорошо. И в этом вся радость и радость участия в таких мероприятиях. Что делать? Для меня, наверное, важно дальше участвовать. К сожалению, я не всегда настроен и морально, и есть время, чтобы проводить время с вами. Но я не планирую ни в коем разе покинуть вас навсегда. Я буду находить время и обязательно буду участвовать как раз для вот такого интересного для себя экспириенса. То есть выхватить с одного человека какую-то интересную мысль и его восприятие мира услышать с другого ракурса отношения другого человека. Это очень важно. Ну, по крайней мере, для меня. Спасибо. Ну, я продолжу. Я буду говорить, получается, Жаксабеку. Да? Правильно, да? Не было еще много здесь будет. Я что-то себя вот по теме-то саморазвития вывела, что можно воспринимать саморазвитие, самокопание как попытка узнать, а какие же цели, идеалы есть в этом мире и пытаться развиться до них, а можно понять, какие идеалы и цели есть у тебя, да? и развиваться к ним. Да? И у каждого таким образом будут абсолютно уникальные цели, идеалы, которым он или она будет развиваться. И вот интересно, что именно в виде игры, которую Денис упомянул, это происходит самым естественным образом. То есть мы в игре чувствуем, что у нас действительно драйвит, а что это? Не туда мне. И вот эта вот конечность игры, это был, наверное, самый такой вот прям такой вау для меня, да, что то, что в игре возможен и выигрыш, и проигрыш, и варианты между этим, да, Джексабет ее упомянул, что это вот прям такой вау-эффект, что да, действительно, это же самая драйвовая часть. Мы пытаемся построить вот эту вот предсказуемость, просчет рисков для того, чтобы в игре не было, да, этих геймэндов, да, и просто играл, и чик-коды придумываем, там, в виде финансовых пакетов и все. А на самом деле проигрывать-то это тоже прикольно, потому что это показывает нам, что вот есть контраст, есть конечность этой игры и задает сам драйв. Поэтому вот антихрупкость, это для меня, наверное, по резюме сегодняшней встречи, это то, что принимать то, что проигрыш, это тоже классно и круто, и что он тоже является органичной частью игры. Что я планирую сделать после этой игры? Ну, во-первых, поспать, потому что я ночью не спала, а во-вторых, хочу пересмотреть видео этой игры, надеюсь, что оно в том числе появится на Ютьюбе. Очень много ценных мыслей, я думаю, что при втором-третьем просмотре оно опять упакуется по другому, по новой конфигурации. Спасибо. Друзья мои, прошу прощения, помогите мне вернуться, я никого не вижу, я, тут кот мне носом ткнул в телефон, на что мне нажать, чтобы вас видеть? Вы меня видите? Мы тебя не видим, но слышим. Да, ты скорее всего пришла на телефон, на телефон, на телефон. Вот, а что-то идет. Так, а что мне сделать, чтобы никого не потерять? Скажите мне быстренько. Может мне выйти и зайти опять? Давайте я выйду и зайду, подождите меня секунду. Что ж такое-то? Так. Вот представляю, тут я... Бедный кот. Да. Вы поняли, это... Так, сейчас я дойду через Google Meet, а отсюда я выхожу тогда, закрываю это, потому что невозможно. Вот, я присоединяюсь, а отсюда я выхожу. Так, все. сейчас надежда зашла с двух аккаунтов, я, наверное, один уберу. Посмотрим, надежда, включай звук. Она, видимо, на оба работала. Не того удалили. А включи, включи у надежды снова. А я не могу, она сама только может включить звук. А, ты можешь отключить, а включить не можешь, она только сама, Да. Надежда, включай звук. может она к нам еще вернется. Так, ну, давайте пока ждем надежды. У меня есть небольшая новость, небольшая новость в качестве завершения. У нас с вами, мы приняли решение, что каждый второй четверг месяца это у нас встречи с новичками. У нас как раз стартанул декабрь, это у нас первый четверг месяца, то есть второй четверг месяца это как раз следующий четверг. То есть наша с вами следующая игра предопределена. Она предопределена тем, что мы это специальная встреча, на которую можно звать новичков. Точнее так, новичков можно всегда звать, на ли все встречи, но это вот мы, будет прям специальная встреча для новичков. Вот. Мы там больше будем говорить про игру Терем, что это такое, какие игры есть, как они, чем они отличаются, что в них есть и как мы взаимодействуем. В большей степени буду, я буду рассказывать про это, а потом поиграем. Оставшееся время поиграем, я вот думаю, что поиграем, скорее всего, в три круга. Надежда. Я здесь, я здесь, да, привет. Вы меня видите, слышите? Слышим, но не видим пока. Так, сейчас все сделаем, ну, слава богу. Так, ну, все, я здесь, короче. А, вы меня не видите, потому что просто темно, вот. А, все, мы тебя и видим, и слышим. Все, слава богу. Кот и телефон выброшены, удалены. Так, хорошо, все, я слышу всех, говорите там, кто что удолжен. А не, твоя очередь, говорите, что было ценного для тебя сегодня? А я, да, я на самый, в самый нужный момент, я ее, передавала, нет? А, да, да, да. Я должен сказать, кажется, я говорю теперь, значит, надежды. Да. Все правильно, да? Да. Смотрите, а что я беру для себя? То, что вот этот итог, то, что действительно, да, много чего упоминается, вот как Руслан тоже говорил, но мало чего я могу через себя пропустить и запомнить, потому что, может быть, этот период и мне не дошел, или же я не услышал, или же еще что-то, но, в принципе, то, что с первого раза услышал, и этого было достаточно для того, чтобы задуматься именно инсайтов очень много. Один упомяну, это то, что плохо-хорошо, но вот эта, да, вот эта дуальность, она не такая простая, оказывается. И в том же смысле, даже когда самокопание пересмотрели в другую сторону, в принципе, она показалась ей не очень негативной, как вначале мне казалось, допустим. То же самое, как Денис говорил, коробочки распределять, это легко, но с другой стороны, ну, как бы, не в этом смысл. То есть, вот. Ну, очень много сейчас мыслей роилось, я попытался записывать иногда, но думаю, наверное, еще поразмыслирую. А, вот этот еще инсайд. Когда я говорил, то есть, я старался говорить то, что приходит сразу на ум, и когда говорил, я сам даже иногда со своих слов такое, надо записать. Типа, типа, как будто я это не продумал, она вышла, но то, что ты даже, когда ты делишься, ты осознаешь, насколько некоторые мысли, они как-то приходят, ну, как бы спонтанно, и они сами собой сцены, потому что ты их озвучил, и они как будто даже ценнее стали. вот. Вот, за это, а насчет чего бы я изменил, но я бы продолжал бы в том же духе, и мне нравится, что атмосфера такая, что нет особой такой, нет, у тебя неправильная или критика такая, а такая атмосфера, где ты можешь сказать, возможно, даже осознать потом, может быть, что-то, что-то не то. но в этом смысле, что атмосфера такая, ты можешь сказать то, что ты не можешь сказать другого вообще, ну, может быть, где-то там еще, где-нибудь менее такой защищенной атмосферой, то есть ты как бы познаешь себя, высказываешь, ты как бы узнаешь про себя чуть-чуть, вот, и про других, вот, вот это все. Это я говорил Надежде. Спасибо, Джексибек. Так, что было ценно? Вот было ценно именно слушание друг друга другими и со всех сторон, то есть у меня сейчас такая объемность какая-то и полифоничность, то есть вот один это услышал, я, допустим, даже сама там сказала про вот этот отросток в хорошие руки, я вот даже, ну, как бы не оценила и не осознала, просто это вылетело, да, там как бы как-то спонтанно, а вот Денису это показалось важным, или там, мне про эти корни ветки тоже вот это очень, и я как бы эту метафору в другие стороны начинаю разворачивать, кто-то один это не услышал, другой эту тему услышал так и предложил, и уже теперь в этой интерпретации, вот, допустим, Руслану, она зазвучала уже из уст человек себе, для меня это вот, знаете, для меня сейчас это звучало, как импровизация такого джаза какого-то коллектива, там, такой вот, эту вот реплику сказал, этот повторил, этот усилил, это вот, у меня сейчас было ощущение вот прямо такой чудесной спонтанности, вот, так что всем спасибо, я считаю, что это вот наша общая такая вот эта джаз-банда сейчас так сыграла классно, значит, мне очень как бы это звалось, вот, вселенная с нами играет, я себя поймала на мысли, что я в детстве вообще не любила играть, ну, то есть, я любила играть в какую-то игру, которая никогда не заканчивается, причем там не было, вот, я любила игры, где нет проигравших и выигравших, то есть, там мы или что-то строим, какой-то там город-сад, что-то вот это, и главное играть так, чтобы с утра вот так особенно вот там позавтракать и побежать играть, и чтобы вообще не думать, когда это закончится, вот это самая клевая игра, я очень не любила и игры вот такие, где там, куда первым пробежать, кто первый там дальше прыгнет или еще что-то, вот эти все соревнования мне очень не нравились, вот, потому что очень, ну, всегда надо выиграть было и не было возможности, ну, как бы просто получить удовольствие от игры, поэтому вот свои игры, которые я там, ну, мы с девчонками, с мальчишками сочиняли, они были вот именно такие, и я вот решила, что действительно я как-то не любила эти игры с победителями, вот, и не потому, что я аж прям всегда хотелось победить, а вот потому, что от удовольствия игры, вместо удовольствия игры все время фокус на том, что надо победить, и вот это мне казалось неправильным, и когда я стала постарше, я для себя как бы, ну, решила так, что хватит быть серьезной, а сейчас вот я прям со всех сторон вот услышала, что действительно, о чем такие серьезные, ну, выиграл, проиграл там, какая разница, да, но для того, чтобы не тратить время на выигрыш и проигрыш, вот я люблю творческие процессы и стараюсь их так как-то тоже инициировать, в них участвовать, когда нам не нужно выигрывать, а нам нужно просто играть, и сегодня я вот этому нашла подтверждение, прям со всех сторон, вот такие же инсайты, что вот игра, которая, чтобы никогда не закончилась, вот, и есть, поэтому мне кажется, вот это творчество, там, ну, как бы даже совместное, вот прям творчество, там нет проигравших, а есть только выигрыш, вот кто что смог там, ну, как бы вынести из этой игры, тот с собой и несет, причем, ну, не важно сколько, да хоть одна мысль, и то, и то хорошо, вот, так что общий итог, как вот этот творческий результат для меня вот очень важен, так, что еще ценно, копать вглубь, до глубинного озера докопаться, и у меня сразу такая возникла ассоциация, там, прокопать тоннель от Бонбея до Лондона, вот, убей бог, сейчас не помню, из какого-то фильма, это из какого-то фильма, который копал так глубоко, что прокопать тоннель, от Бонбея до Лондона был готов, и я думаю, что когда вот я такая серьезная, то я вот как раз эти тоннели выкапываю, и также это по поводу перфекционизма, что, собственно говоря, куда дальше-то копать уже, вот, так, что было ценно, в общем, я в целом сказала, начало, вот, и, а, еще мне тоже понравилось разглядывать себя внутри, Руслан сказала, полезно, да, сразу представила такой, знаете, эндоскоп, я никогда его не глотала, но бывает вот это вот, когда исследование проходит, надо что-то проглотить, и внутри тебя смотрят этим эндоскопом, нам самого, слава богу, здесь ничего глотать не надо, но процесс такой вот проходит, что мы с помощью вот других, как бы сейчас себя рассматриваем из глубины в том числе. Какие шаги я планирую сделать? Вот вы не поверите, я как раз бежала с совещания, где меня попросили провести, ну, написать концепцию благотворительной ярмарки, ну, вот а-ля там этот душевный базар, но я не умею повторять, вот, не взять, как кальку перенести, и ее я не хочу, да, хотя он закрылся, можно совершенно спокойно сейчас это взять, тиражировать. Хороший проект, но я какие-то свои должна придумывать. И я как раз предложила вот этим серьезным тетям и дядям поиграть, ну, как бы, вот благотворительность, и как все это деятельности НКО, отнестись именно, ну, как бы не серьезно, а как-то играюще. Они все зависли, а я пошла к вам. вот так что, так что вот я планирую все-таки пробить свою концепцию и придумать такую игровую историю для серьезных людей. Так что вот. Спасибо. Ну что ж, друзья, мы завершаем нашу игру. Спасибо всем. Еще раз напоминаю, что следующий четверг – это у нас игра с новичками. Если у вас есть, кого вы хотите пригласить на игру, приглашайте. Это будет специальная встреча для новичков. И что ж, ну, всем спасибо. До встречи через неделю. Если все. Спасибо. Всем спасибо. Пока-пока. 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 До свидания. А решение-то есть? А, стойте, стойте. Вы даете разрешение на выкладку на YouTube? Ну, я даю. Так. Без проблем. Окей. Я тоже, да. Ну все, тогда сегодняшнюю встречу посмотрит и еще кто-то, кроме нас. Спасибо. Всем пока. Счастливо, ребят. Пока-пока. Всем до свидания. Хорошей недели. Спасибо. Так, теперь все отсюда. Выйти надо. Теперь.